Задача не стоит тысячами выращивать. Всего скромно там 100-200. И тогда получается, что можно вот так вот. Оставляем 3-4 почки на развитие. Даст. А потом смотри. Раз, два, три. Вот пожалуй три. Вот это не полноценно. Специалистов может с одной стороны привать черенков, но по одной почке можно. Уже шесть. В общем вот так вот примерно. Бесценная вещь вот эта вот. А почему бесценная? Почему я наглею? Почему я 300 рублей за него возьму? Нет конкуренто. А все, что продают на рынке. Еще раз. А откуда он вообще появился здесь, в Савиногорске? Вот этот? Ну вообще Хасанский. А, его судьба? Вот именно Хасанского. Да. Ой, это целая история. Вот. Значит, в СИЗОИ жила, потому что прошло 23 года. Пожилая женщина, пенсионерка, она же учительница. Ее дом я сейчас знаю где. Так. Вот я в ней обнаружил. А. Шелковицу. Б. Вот те самые сливы. Вот те самые. Так. И третий вот этот персик. Он был полностью замерзший. Вот. И когда я раскопал из снега, из снега замерзший. Вот. Вот такую веточку. Живую. И от нее теперь. Их уже на Украине тысячи. В России сотни. Это все от меня пошло. От этой веточки. Я всегда говорю, я Бога боюсь. Многие читают, что я где-то Наталью в Востоке добыл. У этой пенсионерки добыл. Читал лекции в клубе имени Ярыгина. В школе. В музее. В СИЗОИ. Так. Значит, добирался. Меня его сестра попросила прочитать курс-рекции. Для местной интеллигенции. Вот. Добирался как угодно. Мерз. Всякое было. Вот. И когда сказали, у нее есть персик. Адрес. Адрес. И все. Достал адрес. Вот. Подружился с ней. Все. Вот. Заплатил ей за эти веточки. И клянусь Богом, что оттуда пошло. Откуда я знаю, что Хасанский? Я сам удивился. Я еще не знал, что он супер-брансулький. И что у нее он уже Он так прокалился этим морозом. 2001 год. Я почему знаю. Потому что я там мерз, как собака. И пока добирался до СИЗОИ. Вот. И тогда, значит, я спросил. А вы не знаете? Так, без всякой надежды. А вы не знаете, что это за сорт? Как называется? Она говорит. Хасанский. Я говорю. Елки-палки. Я лекции читаю. Я уже знал о нем. И вдруг. Откуда она знает слово Хасанский? Она говорит. На перке было. Пришел по посте. Но пришел непривитый. Вот. Первое выражаемое было. Сказать с места будете? Вот такие. И зеленые к зиме. А потом. Ну ты же знаешь, что такое на славе метра, да? Повторять не будем. Несколько поколений. Перенос с одного на другое. Второе на третье, третье, четвертое. Он увеличится. У этого уже, мы вспоминали, медленного. У него, допустим, 80 грамм. Вот эти 50 грамм. У него уже 80 грамм. А у шаламая? Шаламая 200 грамм. И больше. Именно так же перепрививает через поколение? Нет, нет. Он не то, чтобы дальше. Он работает. Но у него получилось такие чудеса область. Ведь этим граждаться не существует. Нет. Привить на степную вишню в теплице и сразу получить вот это. Представляешь? Это. Я уже переспрашивал. Ну, может быть, он путает. Может, он какой-нибудь там этот. Вот. Нет. Ваш персик. Ваши эти. Самые. Вот. Вот столько я наговорил. Отсюда пошло. А то потом кто-то пытался меня унизить. Дали-дали, в Востоке достал. А, самое интересное. Там еще есть немножко места? Да, есть. Есть, да? Так вот, послушайте, если это интересно. Вот. Когда мне было такое... Ну, как просто комментарий. Да, ну, это все сказки. Это Бродского эти. А Бродский мне прислал косточки. Они у меня пошли и сразу... Вот. И, казалось бы, все. Только нет. У нашего же Мезиного, у него были заморозки. У него, да, вот я высылаю, там, кажется, 70 косточек ваших персиков Хасанского и 200 косточек Бродского. Оказывается, он вырастил косточек Бродского, и они не только не уступили... Я уже как бы с гордостью за своего покойного друга Царшего Небеса, с гордостью, они не только не уступили ни в чем Хасанскому, они дали лучший урожай. То есть, он лет тех, этих 70 косточек, а у него 4 дерева получились урожайные. Вот. Это... Вот этот момент. То есть, вот же, возрождается. Но я все равно считаю, что у него просто Брянске теплее. И, наверное, Бродский... Может быть, он бы не выдержал, как этот, 40 градусов. Может быть. Но в определенный момент, при определенных условиях, он оказался лидером по урожайности. Здорово. Теперь приезжают 200 косточек, и мы с ним договорились их так же, то есть, распространять, под названием Персик Бродского, имея право. Ну, да. Ну, и все. Вот теперь вся история. Не зря мы стоим возле Персика. Вот вся история. И я все время говорю, если где-то, меня Бог накажет, он меня наказывал не раз. Вот. Попробуйте в Ходес-Саври. Сразу по морде. Так вот туда. Вот. Все, что я рассказал, полная истина. Клянусь Богом. Вот. Потому что... Есть люди, которые... Это сама мысль невыносима, что в Сибири это можно... Ну, хорошо, теплица. Ну, вот же они без теплицы растут. Лена, Санна, повтори. Да, есть. Сейчас мы же не успеваем. Нет, мы можем даже дойти до туда и показать, где они без теплицы. Они у вас на зиму. Вы их укрываете? А, уходим. Вы их укрываете? Нет. Нет. Вообще. Единственное, что у меня 4 сеянца, на которые я надел коробки. Коробки, картон. Однолетки. Да. Вот. Это единственное. Вот. А они стоят неукрыто и до сих пор неукрыто. И хотите, я уже ладно, без камеры. Сейчас уже все. Ну, нельзя. Дети ждут. Ну, да. Вот. Сейчас, значит, провожаю вас. Это форточка закрылась. А, продолжай, провожаю вас. Я вам сейчас покажу персик высотой 5 метров. Пойдемте. Выключить или нет? Выключить. Выключить. А, ну, все. Осталось еще 5 минут. А, 5 минут. Ну, хочется на высокой ноте выключать. Субтитры сделал DimaTorzok.